приветствую маши это исследователь обзор материнской платы гигабайт га-а-б 350 гейминг 3 пока ее куда-то не подевал или она не сломалась нам сделать обзор пока она не грязная я просто расскажу мнение о компоновке как в работе потом уж наверно расскажу но будет работать и ладно какие-то особенности бывают конечно выявляются ну как обычно гигабайт 2 bios а вот они это круто но вообще-то то добился на кроватке надо было сделать они такие может быть просто сменяющийся вообще bios у меня никогда не ломался сетевуха ломалась что-то еще сгорал может мост сгореть южный но чтобы ломался bios не было такого сделано и наверное это неплохо может быть когда-то пригодится так внешне компоновка диск накопитель место дурацкая конечно здесь видеокарта стоит греется если он горячий то ему хана мост этот на самом деле оказывается он греется хорошо мди потому что потому что он не медный и по технологии старый сделан он какой-то там 50 наномикрон связь не выключил телефоне на запись ролика здесь вы видите усиленные порты для видеокарт усилили хорошо но не так уж и сильно то они усилили жесть то тонкая как-то по-другому надо было усилить здесь контакты видите до половинки экспресс 8 все время линии не хватает здесь тоже до половинки эти маленькие это место для толстой видеокарты наверное это неплохо вся цветные контакты отличная идея другие почему-то это не делают здесь она укороченная на сантиметр нету место под винты этот край будет всегда болтаться причем как вы видите где питание здесь вот один винт самая большая нагрузка в питании идет он здоровый тянет и винты это надо было где-то вот рядом здесь делать что разъем то этот не прогибал лет панель к даже не включал сделали прикольно молодцы светится хорошо жизнь веселее идет здесь еще есть rgb тоже зашибись как что-то тут даже не 4 контакта 12 вольт грбв и white еще даже что новое лет демо не знаю звук считаю вообще не нужен материнских платах встроенное говно нафиг он нужен лишние деньги только кому надо отдельно поставить звуковой или не поставят херня ничего не надо пихать встроенное видео не звука ну то есть можно пихать но чисто которые для офиса ну это не офисная фигня это бы игровая я бы сказал винт есть накопитель на твоего фиг найдешь так порты хорошо бы лучше в бок а то они торчат здесь оплату загораживают воздуху мешают звучок типа мега фирмовой на самом деле как я сказал парик контакты блок этот такой простенький как видите не железные вас b3 отдельный тихий без помеху с бы ну сделали молодцы я не против hdmi нахер не нужен я не люблю устроенные видео херня процессор получается слишком слабый так радиатор на питание процессора хорошо но здесь почему-то нету вот увидите преобразователи и нету а ничего не греются вот эти вот тоже греются надо было поставить радиатор ужас сэкономили хотя производитель гигабайт как бы неплохой так память ну два разъема для кулера либо длинного охлаждения память ddr4 сторон застежка шевелится иногда как это было перед этим не одна не шевелилась другая шевелилась какие-то изобретения так ладно не буду вставлять время не тратить узорчик красивый молодцы вот эти вот выпил и в отверстиях в бок я не знаю зачем для какой-то совместимости что ли и уже вроде эту плату чинили что ли как обычно я взял подержанную где взял там динессе так что еще хотел сказать а стоит она недорого единственно вот я просто не люблю когда экономит этот сантиметр здесь выпиливают смотрите если от x чтобы было крепление полностью но такие редкие они просто берут и экономят как в деле посмотрим так еще про разъемы забыл сказать под мышь нафиг не нужно это уже разъем можно убрать usb будем оставлять мыши всякую фигню клавиатуру не нужно же ps2 там называется анди надо менять сокет без ножек процессоры делать чтобы ножки были на мамке потому что процессоры средненького звена стоит 10000 рублей а вот такая мамка стоит вся 4000 рублей ножки ты нагнешь загнешь и потеряешь 10000 рублей там 100 200 долларов а мамку такую можно купить уже 45 тысяч рублей то есть пускай ма пускай на ней гнутся ножки потому что проблем постоянно с этими ножками надо их убирать и еще выдергивается вылетел процессор у меня тут когда сильно прижимается и выдергиваешь а так если будет закрывать его какую intel площадочка будет зашибись так вот еще для лет разъемчики зашибись молодцы так ну все пока что все что пока вспомнил рассказал модуль тпм так я его не поиспользовал надо тестировать все не доходит руки его купить надеюсь куплю потестирую и вам расскажу есть какие-то детальки не раз не распаяны здесь тоже немножко странно выглядит симпатично цена тоже зашибись а по мне это был обзор гигабайт габ 350 gaming 3 пока подписывайтесь и будет смотреть ролики про революцию и компьютеры